Ну, на наш взгляд, первый тайм был довольно-таки качественный, и мы имели хорошее преимущество, реализовали его, хотя еще у Кобеля был хороший шанс забить удвоить счет. В принципе, играли, на наш взгляд, быстро, взаимосвязи, опять же-таки, налаживаются у нас, мы это видим моментами. Вот, хотелось, конечно, чтобы это улучшалось, но сегодняшний первый тайм нам очень понравился. Второй тайм, понятно, что он прошел под другим углом. Потому что нас осталось десять. Мы довольны тем, что эта победа, она далась нам нелегко, и то, что многие знают, что Краснодар умеет довольно-таки хорошо играть в футбол, а сегодня мы всем показали, что мы еще умеем и потерпеть, когда это необходимо для общего дела. Поэтому эта победа очень важна для нас. Что говорили в перерыве, как перестраивали команду с учетом того, что остались в меньшинстве? Ну, конечно, сделали акцент на то, что нас осталось меньше, но каких-то сверхзадач мы не ставили. Я уже на флеш-интерию сказал, что понятно, что Рубин сейчас проводит очень качественный старт чемпионата, и команда играет более техничный и атакующий футбол, они взяли мяч под контроль, они делали, так скажем, свою работу тоже довольно-таки качественной, заставили нас играть, так скажем, вторым номером. Ну, это подразумевалось, мы не делали на этом акцент, что нужно делать акцент именно на контратаках, пытаться перекрывать, опять же-таки, по возможности где-то прессинговать определенных людей. Но получилось так, как получилось, и, в принципе, мы имели довольно-таки хорошие шансы во втором тайме на контратаках, и если бы мы удоволились счет, я думаю, что матч бы закончился чуть раньше. Екатерина Потапова, Спортэкспресс. Сегодня Ария остался вне заявки. Почему? Что с ним? Ну, дело в том, что очень много рассуждений было по поводу того, кого надо было выставить на порт, какого нападающего, просто физиология Ария, она не позволяет проводить очень много матчей в короткие отрезки времени, у нее небольшое растяжение, вот, и мы хотели, чтобы в Питере он не доиграл игру с прицелом на порта, но получилось так, что ему пришлось доигрывать, и то время, которое у него было даже с порта, в концовке привело к тому, что он получил небольшое растяжение. Поэтому сложно, конечно, это все объяснять каждому, вот, но именно мы исходили из этого, и Игнатьев был травмирован, и Берг вышел не столько из-за того, что это была необходимость, нет, он, если вы видели довольно-таки качественную работу провел, отпрессинговал и заставил вместе с Кабелой, они вверху очень хорошо сделали прессинг и заставили порту выходить только через длинную передачу, после чего мы имели качественные подборы и свои атаки. Поэтому это решение было оправданным, и вот, как бы, вся история. Спасибо. Как Вы можете прокомментировать удаление Намли, ну, карточки Намли и вот эти 7 минут, которые были добавлены в конце матча? Вы знаете, на наш взгляд, первая желтая карточка под большим вопросом, под большим вопросом первая желтая карточка. Вторую, ну, возможно, можно было расценивать, но судья выбрал манеру именно такую, наверное, ему виднее. Вот, ну, конечно, там момента Скабела, когда Уремовича наступила ему на фланги, то есть это осталось незамеченным, почему мы тоже, как бы, сейчас не понимаем. Вот, но, как мне объяснили, то, что очень много выходили врачи, и поэтому было добавлено столько, столько минут. Довольно-таки много, на наш взгляд. Спасибо. 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 Продолжение следует...